Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Ничего не чувствую к матери, хотя она ничего плохого не сделала. Мне 20 лет, я всю жизнь прожила с мамой. Папа умер, когда мне было 5 лет. Мама замуж больше не вышла, хотя мужчины у нее давно, но вместе они не живут. Живем мы вдвоем. Я познакомилась с парнем по интернету, он приезжал ко мне в город. Мне он очень понравился, мы начали встречаться. Я учился в университете, он на 3 года старше и уже работает. На каникулах зимой я поехал к нему в город, живет он один. Моя мама восприняла это в штыки, но оно и понятно боялось за меня. Все было хорошо, мы до сих пор вместе, я периодически к нему езжу. Он ко мне нет, так как у него работа. Но моя мама с этим не смирилась, обещается каждый раз, когда я уезжаю. В то же время, я чувствую, что мне очень скучно, с мамой неинтересно. Она рассказывает однотипные истории с работы, пробыть и т.д. Мне хочется интересного общения, узнавать новое, гулять, путешествовать и все такое. Я счастлива с моим парнем, у него серьезные намерения, недавно я ездила к нему опять, он познакомил меня с родителями. Его мама взяла номер моей мамы, переписывалась с ней в ватсапе, все прошло хорошо, они очень милые и добрые люди. И вот я снова приехала домой. Мама грустная, начала забивать мне голову своими проблемами с работой, как она с кем-то поругалась и прочее. Работает она бухгалтером, в целом работа нормальная, но ее вечно что-то не устраивает. Сегодня мама меня спросила, ты хотя бы скучала по мне, пока была в другом городе? Я сказала, что да, конечно, но на самом деле я понимала, что нет, я не скучала. Ее историю я слушать не хочу, мне просто неинтересно. Высказать я это, конечно, не могу и не буду, но мне, честно говоря, страшно от этих мыслей. Я не скучала, по-моему, по самому родному мне человеку. Я не хочу ее слушать и не видела бы ее еще столько же, три недели. У меня возникает чувство вины, при этом я ни на что не обижаюсь, меня все устраивает в ней, я люблю маму, я понимаю ее волнение и что я одиноко без меня, но совершенно не хочу проводить с ней время. Я собираюсь познакомить парня с мамой осенью, он приедет к нам, маме я уже сказал, но она все-таки не очень рада за меня из-за волнения и страха остаться одной, как мне кажется. Вопрос, что мне делать, точнее даже нормально ли не скучать по маме и не чувствовать к ней ничего, нормально. Нормально ли, что она мне надоела и я не хочу с ней жить? Абсолютно. Другой вопрос, как получается, что вы подвергаете это сомнение? Я понимаю, что врусло, он мне уже пора и замуж выходить и строить свою жизнь. А можно что делать с этим чувством вины? Чувство вины это злость, в данном случае вы злость подавляете, не говоря маме о своих чувствах, пытаясь перед ней быть хорошей. Как скучать по маме бразилке? Никак, сколько либо есть, либо ее нет, но вообще, сколько не лучшее чувство. У меня такое чувство, что если она исчезла из моей жизни, я бы не заметил, мне бы стало только лучше. А чем нам хуже? Тем, что вы не свободны, тем, что вы подавляете себя с мамой. То есть нужно учиться не подавлять. При этом мне очень стыдно за такие мысли и за такое мое отношение к матери. Она хорошая и не заслужила такого. А дело не в этом, хорошая она или нет. Дело именно в вас, в том, что вы чувствуете на себе, условно говоря, постоянное давление. Я ничего не могу с собой поделать, я жду не должность, когда опять поеду к парню. Ну, это выглядит как бегство. В данном случае это выглядит как бегство. То, что вы уезжаете к парню, да, это выглядит вот именно как то, что вы сбегаете от мамы. То есть я верю, я верю, я верю в то, что вы хотите парня увидеть, я в это верю, я не сомневаюсь в этом. Но все-таки вот есть такой элемент, что это похоже на бегство. Вот, значит, что здесь сказать. Ну, нужно во-первых учиться выражать свои чувства, говорить маме какие-то вещи. Вот, наверное перестать быть с ней с ней той, кем вы не являетесь. Вот. А не являетесь вы, собственно, хорошей девочкой, больше маленькой. Теперь вы взрослый человек, у которого есть свои интересы, у которого есть свои взгляды, у которого есть свои, собственно, ценности. Вот. И это абсолютно нормально. Вот, вам нужно просто учиться это выражать. Вот. Дело в том, что те чувства, которые вы сейчас испытываете, они не являются, это не означает, что они такими будут всегда. Ну вот. То есть то, что вы чувствуете, вот, то, что чувствуете, да, это только лишь, вот, условно говоря, в это время, в эту секунду вы испытываете. И это нормально. Что конкретно сейчас, конкретно здесь вы, вот, испытываете вот это все. Вот. Потому что вы себя, получается, сами загнали в угол, вот вы себя, получается, сами зажали в угол и, соответственно, вот, защищаетесь теперь, как можете, вот, теми, теми чувствами, теми ощущениями, которые, вот, собственно, описываете, да. То есть, как бы, ну, вот, вот это вот то, что вы описываете. По большому счету. Вот. Такая вот история. То есть, понимаете, вы как будто бы вот боитесь себе и маме признаться в том, что вы уже не маленькая девочка, которая вот зависит от, ну от нее, далеко он полностью, а вы уже взрослый человек, вот, у которого собственно есть вот, ну, как бы, ну, своя жизнь, да, вот, и который имеет полное право этой жизни, вот, понимаете, да? Мама, она, получается, вот в какой-то степени жертвует собой ради вас, раз вы чувствуете вину, значит, нарушаются личные границы, вот, ваши, где-то, нужно посмотреть, где, нужно посмотреть, где и как нарушаются личные границы, ну, ваши личные границы, вот, чтобы, ну, не позволять, вот, чтобы не позволять, как бы, ну, вот, их нарушать, с вами, вот, вот, это вот, это вот, это ваша, на мой взгляд, одна из основных задач, которые, ну, которые вы, которые вам нужно на себя взять. Я понимаю, что это может быть нелегко, я понимаю, что это может быть как-то страшно, я понимаю, что это может быть неприятно, а вот я прекрасно это понимаю, но тем не менее, сейчас вы, к сожалению, по сути уже себя начинаете приносить, уже то, своей маме, вот, как бы так, абсолютно ничего хорошего из этого не выйдет, абсолютно. У вас, наверное, счастлива не будет, вы тоже, счастлива не будете никак, таким образом. Вот, поэтому я думаю, ну вот, такой ответ примерно можно дать. На этом всё, надеюсь, что помог вам. Мному взгляд, довольно слабенько, вы именно на себя опираетесь на текущий момент, вот. Задача заключается в том, чтобы научить вас это делать, ну, то есть, чтобы научить вас опираться на себя лучше, лучше, чем это делать сейчас, по крайней мере. Вот, так что, если вас это интересует, да, то обращайтесь к любому психологу, я думаю, что вам, ну, можно, будет помочь. На этом всё, надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Хотя, вот, позволит вам начать на собой работу. Всего вам самого доброго. Удачи! Обращайтесь!